Ребята, привет! Я знаю, что многие из вас смотрят это видео, но далеко не все подписываются на мой канал. Кстати, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я не знаю, почему, может, вам не особо нравится видео, может быть, вам не хватает мотивации. В общем, сейчас я нахожусь в Колумбии, город Картахена. Я решил устроить небольшой конкурс для всех своих зрителей. Вот такой вот настоящий кофе и вот такую вот пачку какао, что-то из этого. Всего будет 5 призов кофе, либо какао. Какао настоящий без всяких примесей, плитка, как шоколадная, растворяете в молоке, либо в воде и пьете. Это если вы не любите кофе. Ну и вот самый настоящий колумбийский кофе, средней обжарки, уже перемолотый, не в зернах. Все, что вам надо, это поделиться вот этим самым видео в любых социальных сетях. И в комментарии к этому видео скинуть ссылку на свою соцсеть, где вы эти видео поделились. Через 2 недели, с момента выхода этого видео, я выберу 5 победителей случайным образом и отправлю им. Либо кофе, либо какао. Я вам напишу, спрошу ваш адрес и что вы хотите получить. Вы мне отвечаете и получаете свой подарок. Отправляю в любую точку мира, куда захотите туда отправлю. В общем, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите дальше серию. Привет, 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 привет. Новый день, новая серия. Значит, сегодня у меня заканчивается мой день в джунглях Амазонки. Ну или возле них, в городке Летисия. И сегодня я полечу в Картахену на пляж. Буду там делать маршрут, создавать, возьму тачку в аренду. Здесь граница проходит, это один большой город, но граница поделена на два города. На Летисию и на Табатингу. Летисия колумбийская, Табатинга бразильская. Взял с собой прививочный сертификат на всякий случай, читал, что требуется. И паспорт, если вдруг там есть граница. Сейчас покажем, как это происходит. Долго шел, устал, не поймал, не поймал, не поймал. Сейчас стоит 6 тысяч... Нет, нет, это видео. Видео. А, нет, камера? Да. Ты на видео, да? Да. В общем, за 6 тысяч паспорт доеду сейчас. Я просто спрашиваю дорогу, мне сказали, что еще полчаса идти. Все, сейчас пешком. Я сюда просто просто не хочу идти в час пешком, потому что лучше там посмотрю, что есть. Вот так вот. Значит, ресторане в Бразилии цены раза в полтора-два дороже, чем в Колумбии. Чем в Летисии. Конкретно. Взял себе севичи. Это то, что мне вчера испанские друзья рассказывали. В общем, это сырая рыба маринованная. Специальным образом. С юкой тут. С лаймом. Еще немножко всяких морепродуктов, типа, я не знаю, какие-то кальмары и креветки. На самом деле, очень вкусно. И сейчас еще начинаю понемножку есть острое, чтобы ничем таким с животом не валяться. Не очень люблю острое, но приходится есть. Вот. И сейчас принесу второе блюдо. Рыбу какую-то заказал. У меня испанский-то не особо хороший, а тут еще попортугальский. Так что он, как бы, португальский-испанский, это как-то, не знаю, как сербский и русский. То есть ты, в принципе, можешь что-то понять, какие-то общие слова, но это разные языки. Вот, и с моим испанским я пытался понять португальский, объясниться с официанткой. Ну, в общем, приятного мне аппетита. Сейчас покажу вам рыбу. Принесли рыбу. Рыба называется пироруку. Если я не ошибаюсь, это типа сома, которого я вчера поймал. Спасибо. Также к нему соус с кальмарами и жареные бананы. Вот эти жареные бананы, кстати, очень вкусные. Они вообще очень сильно на хлеб похожи. Нормально. Все, это мне обошлось 50 риал. Риал, реал, 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 реал. 50 риал. Это примерно 40 тысяч песо. 40 тысяч песо. Это я вчера с испанцами проеду на 30 тысяч песо с алкоголем. То есть, ну, в нормальном устране. Вот так вот. А так, в принципе, и я в Бразилию. В Бразилию. В Бразилию. Без визы, без штанг, без всего. Просто проехал. Теперь вы знаете, как попасть в Бразилию без визы. Либо, наоборот, в Колумбию. Потому что у них здесь не требуется виза. Для этого региона Беру, Бразилия, Колумбия. Для тех, кто живет, здесь нету подключенного контроля. Нету никакого досмотра. Нету никаких контролирующих органов. Но если вас здесь остановят, то у вас могут быть проблемы. Потому что это незаконный въезд. То есть, если вы хотите там дальше как-то придвигаться, то надо будет поставить штаб въезд. Если вы просто приедете там в бассейн, погулять там или покушать, наоборот, в Колумбию, это вообще без проблем. Так что, пользуйтесь. В общем, шел мимо рынка и решил купить свои шлепки. 26 Реал. В общем, решил купить свои шлепки. Вот такие вот. 25 Реал. Это 40, 42, 43 евро. Сейчас старгуемся немножко и куплюсь, я считаю. Вы думаете о португестве? Нет, не о португестве. Только английский, испанец, немного. И русский. Как вы говорите «Алло в русском»? Я люблю тебя. Я люблю тебя. Да, это правильно. Мохаммин, я люблю тебя. 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 Сейчас мне дают фрукт попробовать. Это номер? Это называется... Тукман. Тукман. Тукман? Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Вот, значит, здесь я ночую ночь, ну, очень хорошо звучит, да, ночую ночь. В общем, как бы это ни звучало, и завтра утрецом я поеду дальше, в побережье, искать хорошие места с пляжами и так далее. Надеюсь, надеюсь, я за завтра все успею найти, посмотреть, потому что послезавтра рано утром, 5 утра у меня вылет в Багут, и там будет еще больше времени, чтобы ездить. Давай поспаться, читал. Ладно, все, спокойной ночи, вот такой вот у меня номерок, сегодня день был очень активный, точнее он был не такой, может быть, познавательный, но он был очень тяжелый для меня, так что я пошел спать, увидимся завтра утром.